Сегодня, собираясь, мы вспоминаем о нем. Кажется так, что прошло буквально 20 чем-то лет. Он сейчас это видит и понимает о том, что о нем помнит и, наверное, душе все-таки как-то легче. На Марчиканском кладбище почтили память эстрадного певца и композитора Вадима Козина. Церемонию провели накануне годовщины смерти Вадима Алексеевича. Певец начал выступать на эстраде в 20-х годах прошлого века. В феврале 1945 года его осудили на 8 лет и сослали на Колыму отбывать наказание. В начале 1950 года Вадима Козина досрочно освободили. Певец остался в областном центре, работал в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре и продолжал выступать. 19 декабря мы отмечаем День памяти Вадима Алексеевича Козина, знаменитейшего российского певца и нашего земляка. И вот память, которую мы о нем храним, она ко многому обязывает. Мы обязаны хранить и делать все лучше работу Мемориального музея Вадима Алексеевича. И в том числе мы обязаны хранить мемориальное захоронение. В этом году в течение лета провели реставрацию могилы Вадима Козина. Положили плиты, поменяли сгнившие доски, отшлифовали поверхности, зашпаклевали трещины, вычистили, покрасили крышу. Думаю, что очень правильно сделали, что вот этот вот памятник восстановили, отреставрировали. Это все же нас земляк, известный и у нас в стране, и за рубежом. Как отмечают реставраторы, ни времени, ни средств не жалели, делали на совесть. Всю поверхность пропитали специальными веществами, чтобы не было гниения. Эксперты утверждают, реставрировали хорошо, стоять памятник будет долго.